Приветик, ты на канале Magic Pets, я Софи. Ставь обязательно лайк на это видео, если любишь челленджи, как мы. И пиши комментарий больше четырех слов, если хочешь попасть в видео, как эти ребята. А это мой брат Эйвон. Привет, а еще вот там вот внизу нажми кнопочку подписаться. Нам осталось всего 80 тысяч до 2 миллионов. Помоги нам исполнить нашу мечту. А я Юмичу. И знаешь, почему мы сидим сейчас в этих коробках? А я Миша Лайк, привет. Да подожди ты, короче, мы сидим сейчас в этих коробках, потому что... А я Миша Лайк. А я Киса Алиса, и я сижу в этой коробке просто потому, что я люблю коробки, понял? Короче, ребят, это подарки для вас. От нас, Ани и зоомагазина Патшопру. С сегодняшнего дня мы решили делать в нашем инстаграме ежемесячный гивэвэй. Разыгрывать по три крутых подарка для вас каждый месяц. Любой из вас может поучаствовать и выиграть что-нибудь классное. И каждый подарок Аня отправит сама лично тебе. И еще положит туда свой автограф. Обязательно участвуйте. Розыгрыш проходит в нашем инстаграме. Наш инстаграм называется MF5. И ссылку на сегодняшний первый гивэвэй мы оставим в описании. В описании это вот там внизу под видео. И там же будет ссылка на наше новое крутое видео на Magic Family, нашем общем семейном канале с Аней. Ой, да-да-да, Миш, круто, что ты вспомнила. Это тоже типа челлендж, да? Я бы сказал, это пранк, в котором... Тихо-тихо, Эйвен молчи не говорит, и что? У нас там такая прикольная реакция от этих гейс. Юми, что за слова? Ну ладно, извините, пожалуйста, короче, потом пойди и посмотри это видео. Потому что оно такое угарное. Угарное, офигеешь. Ну и сленг у этой молодежи. А еще кринж. Что такое кринж? Это то, что я сейчас испытываю из-за вас. Ладно, проехали, забыли. Давайте челлендж начнем, а? А я пойду ребятам подарки для розыгрыша готовить. Кота-монстр Деле. Кто не в курсе, мы делаем самый гигантский лизун на Ютубе, чтобы потом проводить с ним сумасшедшие эксперименты. Фух, выговорила. Молодец, Мишка, но у нас осталось еще очень много слаймов, и чтобы не делать скучную распаковку, мы решили делать челленджи. И сегодняшний челлендж будет большой, средний или маленький. Слаймы скрыты под этими чашами, и у каждого из нас будет по пять попыток угадывать. А все выбранные нами слаймы складываются в один, в отдельной чаше. То есть, если мне попался маленький, а потом средний, а потом большой, они все равно соединяются. И победителем станет, победит именно тот из нас, у кого в итоге получится самый большой слайм. По алфавиту сейчас иду я, Миша. Я выбираю вот этот посерединке. Так, Мишанька, сейчас посмотрим, какой лизун тебе попался. О, какой зубастик. Похоже, тебе повезло, и ты выбрала большой слайм, потому что тут средний, а тут маленький. Итак, посмотрим. Как ты это сделала, Мишка? Как ты поняла, что ты большой? Не знаю, просто удача. Смотрите, сверху он светлый, а внутри темный. Как будто у него корочка такая образовалась, а там еще на дне куча блесток. Ох, и слаймик действительно большой. Причем он в отличном состоянии. И вообще, я думаю, в этот раз вам никакие плохие слаймы не попадутся, потому что я старалась подбирать их для вашего гиганта. Хотя он, по-моему, немножко к рукам все-таки прилипает. Ань, да он просто залежался, помешай его хорошенько. Вы намного круче слаймеры, чем я. Да, действительно, я его помешала, и он теперь больше к рукам не липнет. Тянется он просто шикарно. Правда, он не очень хрустящий. Итак, первый Мишкин слайм, и уже такой большой. Следующая по алфавиту из наших имен, буква С, Софи, значит, выбираю я вот этот. Мне что, небольшой попался? Тебе, Софише, похоже, повезло чуть меньше, тебе попался средний. Но зато смотри, какой прикольный, полностью белоснежный лизун. О, кажется, хорошенький. Люблю я все-таки слаймы какие-то однотонные, одноцветные, либо черный, либо белый. Тянется лизунчик, отлично. Скручивается тоже неплохо. Ну-ка, попробуем растянуть его в пленочку. Да, классный слаймик, слегка похрустывает. Неплохое начало, Софи. А по-моему, плохое, Мишке больше повезло. Можно, можно я перевыберу? Следующая буква по алфавиту из наших имен моя, Эйвен, я выбираю вот этот вот. А я хочу вот этот. Софиш, остановись, это не твоя очередь. Ну, ладно, извините. Сейчас очередь Эйвена, мы же по правилам играем, и ему попался... Что, неужели средний? Эйвен, ты че там облизываешь? Не лежи тут ничего. Да, тебе попался средний слайм, причем посвященный Софи. Потому что он розовый, и тут написано от Анни Энн для Софи. Самодельный лизунчик, посмотрим, насколько он хорош. Все-таки, наверное, я отдаю предпочтение средним слаймам. Маленькие уж слишком маленькие, большие, слишком тяжело и неудобно их держать в руках. А вот эти средние, они прям хорошенькие для того, чтобы ими антистресситься. Слаймик в идеальнейшем состоянии, очень хрустящий. До сих пор, кстати, у нас стоит вопрос с мэджиками в комментариях, хрустит или щелкает? 50% всегда говорят, что правильно говорить щелкает, а другие говорят правильно говорить хрустит. В любом случае, считаю, что тебе, Эйван, очень повезло, слайм красивый и хрустящий. Ну, хоть я не одна такая. Так, хоть бы выбрать большой, теперь моя очередь вот этот вот посерединке. Посмотрим, насколько повезло Юмичу и... Ой, упс, кажется, ты выбрала самый маленький. Ну вот, может это потому, что там везде маленькие? Нет, я же специально до этого показывала. Всего три чаши. Под каждый из них большой, средний и маленький. Я же каждый раз добавляю. Вон, Софи с Эйвеном оба угадали средние. Так что у нас все справедливо. Слаймик классный тебе попался. Но он мелкий. Я так никогда не побежу. Зато, ребят, послушайте, вроде такой маленький, а какой хрустящий. И не побежду, Юмя, а побежу. Вот ты побеги, а я побежду. Эй, ну что вы, ребят, ну нормально же начинали-то, а? Моя вторая попытка, я выбираю левый. Вот сейчас будет очень обидно, если опять будет большой. И, похоже, в этот раз Мишанька тебе повезло меньше. Фух, она не угадала большой Лизунура. Ну и что, у меня еще три попытки. Эй, что вы сегодня так соревнуетесь-то, а? Очень уж хочется приз выиграть. Но в прошлый раз-то не я выиграла приз, а Юмичу. У Мишаньки тут маленький, миленький, розовенький слаймик. Полупрозрачный, в нем есть кое-какие блесточки, какие-то украшения, звездочки. Растягивается в такую тоненькую пленочку. И, в отличие от предыдущего, хрустит он не так громко. Но на немножко Мишкин слайм увеличился. Так я теперь вот этот крайний выбираю. Надеюсь, там будет большой, давай. Сейчас посмотрим, повезло тебе угадать или нет. И, о, о, ты угадала? Крафти Хэнс написано, тебе попался большой слайм. И, похоже, самодельный. Зато розовый твоего любимого цвета. Ох ты, сколько в нем пенопласта. Так много, что он разлетается во все стороны. Так, сейчас я скажу. Этот лизун называется Кранчи, да? Хотя, я бы сказала, что больше он похож все-таки на баттерслайм. Потому что он мягкий, матовый. Но, по сути, особой важности сейчас это не имеет, Софиша. Тебе повезло, ты угадала. И твой предыдущий беленький средненький увеличивается сейчас. Ого-го, как? Ну, хоть раз в жизни в чем-то повезло. Ой, София, не начинай прибедняться. Так, какой бы выбрать, какой бы выбрать, чтобы угадать большой. Хватит там разнюхивать, а? Вот именно, Эйвен, выбирай давай уже. Ладно, этот посерединке. Так, и снова средний слайм, только теперь очень красивого голубого цвета. Тебе везет на цвета, Эйвен. Опять средний, лучше бы мне везло на размеры. В прошлый раз у тебя был ярко-розовый, а сейчас попался вот такой вот голубенький. Еще и с кучей разноцветных звездочек. О, еще и перламутровый, посмотри. Ань, ты так иногда слаймом удивляешься, как будто в первый раз вообще их видишь. Ой-ой-ой, какие вы иногда бываете зазнайки. И слаймик очень хорошо растягивается. Мне кажется, если я оставлю его в одном конце комнаты и пойду в другой, он так и будет тянуться. И мне он очень понравился внешне. Ага, а если замешать слаймы Эйвена, очень красиво получается. Да, несмотря на то, что пока что Эйван не выигрывает по размерам, по красоте, мне кажется, он на первом месте. Ну, посмотрите, как классно сочетаются эти два цвета. Перламутровый голубой, ярко-розовый. В итоге получается такой блестящий сиреневый. Класс. Так, теперь моя очередь, я выбираю серединку. Окей, Юмичу, и ты угадала большой слайм. Смотри, еще и желтый твоего покемоновского цвета. Ну вот и Юме повезло. Он полупрозрачный, и вообще, если честно, смотрите, такое ощущение, что это мед. Интересно, кто-нибудь из наших подписчиков любит мед, и вам не кажется, что он действительно похож на мед? Ань, если ты еще расскажешь слово мед, захочется есть. Ну, вам, собакам, мед нельзя, поэтому странно, Софи, что тебе захочется есть. Хотя, видимо, когда вы слышите любое слово из списка съедобного, у вас слюнки текут. А ситуация-то с каждой попыткой меняется, у Юмичу слайм увеличивается в размере, и лизунчик все-таки классный. Так, третья попытка, я выбираю вот этот. И ты второй раз угадала, Мишанька. Что, что, правда? Давай проверим. Второй раз из трех попыток ты выбрала большой лизун. Какого он смешного цвета? Ну, знаете, кто насколько испорчен, у кого какие ассоциации. По мне, он очень похож на расплавленный молочный шоколад, на нутеллу, например. Или на кое-что другое, например. Например, на Мишкин цвет. Мишкин цвет же салатовый. Я имею в виду ее реальный цвет. Ой, там еще и светлые есть прожилки. Реально как расплавленный молочный шоколад, только вот очень-очень прилипучий он. Ну, как в принципе и должен быть шоколад. Так вот, короче, я имела в виду Мишкин цвет. Она же светло-коричневая у нас, и слайм у нее светло-коричневый. Такой же, как я, да? Ага, в общем, проделывать какие-то штуки с ним не очень удобно, слишком уж к рукам прилипает. Тем более, он такой большой и немножко воздушненький. Знаете, я поняла, на что это похоже. Я уже знаю, что ты любишь, поэтому оставь эту информацию при себе. Ой-ой-ой, как мы могли этому своего ребенка научить? Ну, а Мишкин лизун стал намного больше. Еще бы он не стал, она же второй раз нашла большой слайм угадала. Так, ладно, я вот этот выбираю, пусть там будет большой. Надеюсь, там будет большой. Ой-ой-ой, Сафиш, ну что ты так нервничаешь? Неужели так хочется приз получить? О, видишь, тебе повезло, не зря молилась собачему богу. Крафти Color Hands Slime. Большая баночка, но что-то мне подсказывает, что там на самом деле диайвай лизунчик. И, ой-ой-ой, что это такое? Это какие-то... А, я вспомнила, это такие поролоновые штучки, которые прикольно сжамкать, когда они в лизунах. И, ой-ой-ой, похоже, слайм слишком жидкий. Хотя я говорила, что я специально подбирала лизуны, чтобы они вам подходили. В смысле, были здоровые. Я сейчас все этим слаймом испачкую. Его срочно нужно добавить к твоему. А, посмотрите, что у меня с руками. А это, Аня, это разве считается? Ну, это мой небольшой косячок, а так-то София правильный выбор сделала. Так что, я думаю, считается. Мне кажется, нужно тебе переехать в другую тарелку, Софи. А мне переехать в тарелку? В смысле? В смысле, твой лизун теперь такой большой, что надо его переложить. Фух, готово. Это были небольшие непредвиденные обстоятельства. По моей вине, все равно выбор засчитывается. Ну, ладно, центральный. Смотрим, что тут у нас и Васик угадал. Ой, малыша. Че, даже не средний, блин. Видишь, Айван, не всегда всем везет. Ой, Софи, если тебе повезло, то не надо выделываться. Маленький, но очень классненький слайм. А, о, о, внутри тут еще что-то. Что это? Неужели это бутылочка от Лол? Или это просто игрушечная бутылочка? Ладно, неважно, смотри, Айван. По-моему, это явно не Лол. Ну-ка. Эй, 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 не-не-не, лизать не надо, пожалуйста. Лизунчик миниатюрненький. Зато эти малыши всегда классно тянутся. И если они здоровенькие, они всегда очень классно выглядят. А интересно, раз все предыдущие мелкие хорошо хрустели, этот хрустящий? А сейчас, кстати, Юми и проверим. Хм, хрустит классно. Ну что ж, небольшое, но все-таки пополнение. Так, я следующая, вот этот. Посмотрим, повезло ли тебе, угадала ли ты. Да, угадала, Юми. Большой? Че, правда большой? Ну да, здесь средний, здесь маленький. Итак, посмотрим, кого ты тут вытащила. Что за монстр тут живет? Ой, какого он цвета. Помните, когда мы играли в другой челлендж, Юми сыграла сопли слайм? Ну да, это она ему такое название придумала. Ай, 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 ловлю, ловлю. Фух, все поймала. Так вот, похоже, что у нее опять такой лизун получится с тем названием. Ну ты поняла, да? Не смешная шутка вообще. Если быть совсем честной, ребят, я впервые сталкиваюсь с таким лизуном. Не знаю, как объяснить. Помните, есть такие слизи. Вот он как будто частично похож на слизь. То есть он вроде бы слайм, а вроде бы слизь. И он не сильно щелкает, не сильно растягивается. К рукам прилипает, но при этом легко отлипает. В любом случае, он увеличит Юмин лизунчик, но слайм, правда, странный. Уже предпоследний тур. Мне нужно выбрать, угадать большой. Давай вот этот. Ну что ж, Мишанька, надеюсь, тебе повезет. Нет, маленький. Ура, ура, не повезло. А Эйман только и делает, что радуется, когда кому-то не везет. Ой-ой-ой, Софи, кто бы говорила. Я вот всегда грущу, когда мне не везет. И когда другим не везет. Миша, видимо, расстроилась сейчас. Я бы тоже расстроилась, если бы кто-нибудь порадовался, когда мне не повезло. В Мишаньке попался мини-слайм. Такого грязновато-розового цвета. Смотри, Мишка. Малинкой пахнет. И я не обиделась. Видите, Мишанька у нас не обидчивая. Или обиделась, Эйван, на тебя. Или все-таки обидчивая. В общем, Мишаньке попался в этот раз маленький лизун. Значит, скорее всего, в середину ты положила теперь другой. Так что я выбираю тоже серединку. Ну, вообще-то, это не факт, что я так делаю, Софи. Чуть Софи типа читер, да? И тебе попался, видишь, средний, а не большой. Но главное то, что не маленький, и вот. Кстати, угадала ты четко. Написано слайм для Софи. О, какой красивый. Чувствую, мне он точно понравится. Как я сказала, я люблю одноцветные слаймы. Он такой ярко-ярко-розовый. Классно тянется в пленочку. У-у-у, похрустывает немножко. Растягивается тоже неплохо. Даже очень хорошо. Это Софи читер. Да нет же, Юмичу, ты что, не знаешь значение слова читер? Читер это тот, кто нарушает правила. Мне кажется, это не совсем правильно, Софи. Это скорее тот, кто их обходит. Довольно мошенническими способами. Но я же не обходила правила, я не читер. Ну что там? Очень хорошее цветовое сочетание у тебя, Софи, получается. Читер, не читер. Короче, я вот тоже так сделаю, как Софи. И вот тоже выберу центральный опять. Да с чего вы взяли, ребят, что есть какая-то логика? Вот Эйвену повезло. Он вытащил большой белый слайм. Какой он красивый. Похож на сметанку. О, смотрите, тут какая-то зеленая частичка как будто случайно попала. Или же специально, чтобы слайм стал слегка зеленоватого оттенка. Не знаю, была ли тут какая-то задумка, но, короче, вы уж простите, слайм слишком прилипучий. В общем, Эйвену повезло, как Эйсофише. Ааа, надо его скорее запихать уже к тебе в баночку. Несмотря на размер по красоте, Эйвен, слаймик твой очень крутой. Юмич, что ты погрустнела? Боюсь, что я проиграю. Не грусти, а выбирай давай. Ладно, все выбирают центральный, я выберу этот. Давай посмотрим, насколько тебе повезло в этот раз. Сейчас отлично, видишь, послушала себя, свою интуицию, и тебе попался большой слайм. Причем еще такой необычный, я бы сказала, потому что там уже очень много мини-пенопласта. А он очень классного огненного цвета. Такой прям супер оранжевый. И пенопластинки опять сыпятся во все стороны. Надо, видимо, его замешать с ними получше. Да, классный лизун. Ой, какой прикольный. Кранчи получается, да? Кранчи антистрессик. Ты тоже тогда читер, Юмичу? Я не читер. Да никто из вас не читер, потому что в нашей игре правил нет. Вы не можете их обойти. Я совершенно бездумно под чаши кладу. То маленький, то большой, то средний. Никто не может угадать. Получается, тут у кого только удача, что ли, работает? Никакой логики. Получается, что так, покемошка. А вот этот лизунчик добавит все-таки тебе хоть какой-то яркости. Последний решающий тур. Последний шанс угадать, где большой. Чтобы мой лизун стал самым большим левый. Левый так левый. Ой. Клауд как облако. Хм. То есть есть еще и клауд слаймы, которые как облако. Или это какое-то название было. Это становится неважным, когда ты видишь слайм такого насыщенного красного цвета. Еще и с золотыми блестками. Но я, кажется, понимаю, о чем речь, когда говорится как облако. То есть он такой как бы воздушный. С одной стороны он, как обычный лизун, слайм тянется, растягивается, собирается, скручивается. А с другой стороны он немножко похож на баттер. Мягкий и воздушный. Как будто в нем есть хотя бы один грамм кинетического песочка. Или за счет чего достигается такой классный эффект. Не знаю. Мишке повезло. Она вытащила большой слайм, который, ого-го, как добавил ей размера. Осталось только надеяться, что все остальные выберут маленькие. И не надейся, вот этот. Посмотрим, Софиш, ты так уверена. Ты так была уверена. Маленький. Как так? Как это так? Я же рассчитывала, я же просчитывала, справа должен был быть большой. Я же предупреждала, я же говорила, слушай свою интуицию. Здесь нет никакой системы, поэтому здесь не работает это ваше читерство. Невозможно обойти правила, ребят, там, где правил нет. И именно поэтому тебе, Софиш, не повезло, нужно было слушать свое сердце. Ну, что ж, в любом случае, твой слайм не такой уж маленький. Так что, возможно, эта ситуацию не поменяет. Но это мы узнаем в конце, когда будем делать полное сравнение. Итак, бери правый. А вот я возьму левый, вдруг ты специально. Запомни, я тебе советовала. Проверяем. Средний, Вась. Но тоже неплохо. Обидно. Да чего же обидного-то, Эйвен? Все не так уж и плохо. С тем слаймом, который получился у меня за 4 тура, мне очень срочно нужно было вытащить большой. Да что ж такое-то, вроде же все лизуны, которые я подбирала для этого челленджа, проходили мою тщательную проверку. Но за ночь с ними что-то произошло, просто мистика какая-то. Некоторые вдруг стали слишком прилипучие. В общем, этот слаймик сильно-сильно липнет к рукам. Даже если я его жамку и его так катаю, он вроде как восстанавливается, а потом снова начинает прилипать. Он бледно-голубого цвета, красивенький, но прилипучий, капец. Зато такие обычно, да, как я и предполагала, хрустят. Ань, а ты смешай-ка слайм Эйвена полностью, чтобы посмотреть, какой он красивый. Вы что все так зависли-то? Да, действительно, слаймик получается у Эйвена очень уж симпатичненький и миленький. Но учитывая, что сейчас 5 тура, он такой маленький, похоже, я проиграл. Эйвен, ну нельзя вот так вот взять и упасть духом, не дойдя до конца. Нам еще предстоит полное измерение, сравнение. Кто знает, может быть, ты и не проиграл. Юми, ну определись уже, а? Ладно, ладно, давай середина. Наконец-то, пока мы болтали, Юмины мучения с выбором закончились. И это последний выбор за наш челлендж, и это... Че, маленький? Да, похоже, Юмичу, в самом конце челленджа тебе не повезло. Ой, Ань, вот только не надо фантазировать, мне не везло в течение всего челленджа, в отличие от остальных. А вот и неправда, Юмичу, мне больше не везло. Нет, не повезло больше всех мне. Нет мне! Ой, ребят, ну заканчивайте все прибедняться, ну это уже так не работает в современном времени. Не надо ныть про себя и говорить, что вот, мне больше всех не повезло, чтобы тебя пожалели. Вы все молодцы, вы все старались, каждый по-своему, вы не виноваты. Это дело удачи, интуиции, я не знаю, чего еще, но слайм офигенный. Такой яркий, с таким количеством красных блесток, я еще слайм не встречала. Итак, Юмин Лизун. Ну что, давай подводить итоги, наконец-то уже. Узнаем, кто сегодня победитель. Ну что ж, слайм Эйвона действительно оказался даже визуально самым маленьким, зато, по-моему, самым красивым. Вот я же говорил, я выбыл. Мне кажется, я выиграю. Мне кажется, я. Блин. Да, ребят, София и Миша действительно финалисты, но мы их должны будем взвесить. А вот следующий по размеру слайм Юми Чу. Он не такой красивый, как у Эйвона, но зато в нем много пенопласта, он классно тянется. В общем, второе место с конца. Это типа меня должно порадовать, да? Юми, не нуди. Ну и ладно. Следующий Лизун Мишкин. Кстати, у нее слайм получился очень даже классный в плане качества, здоровенький, тянется к рукам, не прилипает, в отличном состоянии, несмотря на то, что такой большой. Ура! Это еще не значит, что ты выиграла. Вот именно, Миша, не спеши. А вот слайм Софиши похожи точно такой же по размеру, но он покрасивее на вид, зато менее качественный. Напряженный момент, значит теперь будем взвешивать, раз они по размеру одинаковые. Да, и я специально их поместила в эти одинаковые тарелочки, чтобы было видно, что у них один и тот же размер. Ну что ж, давайте взвешивать, и тот, что будет тяжелее, будет победителем. У меня 994 грамма, почти килограмм. Так, а теперь давай посмотрим, сколько у меня, надеюсь, чуть больше. Нет, Софиш, 880. И вот она, твоя корона победителя, Мишанька, в этот раз победила ты, и ты получаешь корону, у Юми уже корона есть, у тебя тоже осталось только Софии Ивану выиграть в каком-нибудь челлендже. Ну и, конечно же, главный приз для тебя, это кольцо победителя, а остальные в этот раз получают поощрительные косточки, держите. А ребята пусть идут смотрят крутой ролик на Magic Family. Да, там очень необычное видео, ссылка в описании. И там же ссылка на наш гивэвэй в инстаграме. Увидимся.